Учение о Святом Духе Учение о Святом Духе Вообще учение мормонов очень любопытно в том отношении, что с каждым поворотом открываются новые глубины фантазии. Абсолютно каждый момент учения мормонов, в нем есть какой-то совершенно необычный поворот, до которого никто другой просто не додумался. В каждом моменте есть какая-то такая поразительная изюминка. Мы с вами сейчас говорим о учении мормонов о Святом Духе. Учение мормонов о Святом Духе тоже имеет такую замечательную изюминку. В чем заключается суть этой изюминки? Суть в том, что у мормонов не один Святой Дух, а два Святых Духа. Ни один другой культ, ни одна другая религиозная организация до этого пока еще не додумалась. Можно долго объяснять, каким образом они пришли к этой идее, но чтобы сократить и сделать более понятным саму эту историю, смысл заключается в следующем. Дело в том, что в разных традициях перевода англоязычных фраза Дух Святой или Пневмо Хагиус переводятся двумя разными английскими фразами. Одна английская фраза звучит Holy Ghost, а другая звучит Holy Spirit. Это просто две разные традиции, два разных способа перевести одну и ту же фразу, которые никогда не используются в одном и том же переводе. Старые переводы говорят Holy Ghost, новые переводы говорят Holy Spirit. Никак не пересекаются между собой. Что делают мормоны? Они говорят, что Holy Ghost это один Святой Дух, а Holy Spirit это другой Святой Дух. Чем они отличаются? Holy Ghost это сын Небесного Отца, такой же, как и мы, один из наших старших братьев, который никогда не приходил на Землю и поэтому не имеет физического тела, но имеет тело из Духа. Тело из Духа, который... Он живет сейчас где-то там на небесах, и в силу того, что он имеет совершенно осязаемое, не осязаемое, но ограниченное тело из Духа, он даже не вездесущ, он не может быть вездне одновременно, но находится только в одном конкретном месте. Правда, здесь возникает вопрос, каким образом Дух Святой, вот этот Holy Ghost, смог стать Богом, ведь в понимании мормонов без воплощения на Земле это практически невозможно. Вот он каким-то образом, не получая физического тела, не проходя через школу земной жизни, сумел там на небесах стать Богом. А вот Holy Spirit, второй Святой Дух, это Святой Дух в том варианте, в котором говорят о нем свидетели Иеговы. То есть, вот это самая действующая сила Бога, которая исходит от Бога Отца. На самом деле, за обеими этими фразами стоит одна и та же греческая фраза. В Библии, в Новом Завете, в греческом тексте, в любом переводе, в русском, английском, в каком угодно, есть только один Святой Дух. Никаких двух Святых Духов там нет и быть не может. На протяжении очень долгого времени, практически до 60-х годов прошлого века, мормоны говорили об этом совершенно прямо. Они говорили, что есть два Святых Духа. Вот, например, как они об этом писали. Десятый президент церкви Джозеф Филдинг Смит. Святой Дух, Холи Гоуст, не следует путать с Духом, Спирит, который наполняет бескрайние просторы Вселенной, которые везде сущ. Этот Другой Дух, Спирит, безличен и не имеет ни размера, ни измерений. Он исходит из присутствия Отца и Сына и присутствует во всем. Мы должны говорить о Святом Духе, Холи Гоуст, как о личности, Он, а об этом Другом Духе, Спирит, Оно. Очевидно, да? Два Святых Духа. Личность и безличная действующая сила. Однако с течением времени мормоны почему-то перестали говорить об этом так откровенно. И вот это различие между Духом Святым как личностью и Духом Святым как действующей силой приобретало все более и более тонкий характер, пока, наконец, не исчезло практически совсем. Какое-то время назад, когда мы переводили какую-то статью, посвященную этому вопросу, я попросил одного из своих знакомых позвонить в управление мормонов в Санкт-Петербурге и спросить, как они на русском языке объясняют разницу между Холи Спирит и Холи Гоуст, потому что у нас в русском языке нет двух слов, при помощи которых это можно делать. Это только в английском языке возможно. И ему сказали, что мы как бы такое различие вообще не делаем, мы об этом просто не говорим. Ну, к этому времени церковь мормонов на самом деле перестала об этом говорить. Прямо сегодня мормоны говорят о некоем свете Христовом, некой нравственной силой, которая просвещает всех людей с момента рождения, направляет их помышления к добру и готовит их сердца к принятию дара Святого Духа. Вот что они пишут по этому поводу. Свет Христа исходит от присутствия Божия и наполняет необъятное пространство Вселенной. То есть, то, как они раньше описывали, вот этот самый Холи Спирит, дух, который бесплотно присутствует везде. Это свет, пребывающий во всем сущем и дающий жизнь всем существам. Есть закон, которым все управляется. Эта сила оказывает благотворное влияние на жизни всех людей. В писаниях свет Христа иногда называется Духом Господа, Духом Бога, Духом Христа или Светом Жизни. Свет Христа не следует путать со Святым Духом. В отличие от Святого Духа, это не личность. Его влияние побуждает людей искать истинное Евангелие, креститься и принять дар Святого Духа. Совесть это проявление света Христова, позволяющие нам отличать добро от зла. То есть, сейчас они уже не противопоставляют так впрямую Холи Гоуст и Холи Спирит, потому что это совершенно явно бессмысленное противопоставление, за которым ничего не стоит. Сейчас все это более тонко выражается, как есть Святой Дух и есть некий свет Христа, который распространяется по всей Вселенной и все ее проникает. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Мы с вами уже затронули такой интересный момент по поводу того, каким образом Дух Святой стал Богом в мормонском богословии. Ведь у него нет физического тела, а это очень важный момент для того, чтобы практически неизбежный, необходимый для того, чтобы духовная личность могла стать Богом. Духовный Сын Бога мог стать сам Богом. Современное богословие мормонов говорит о Духе Святом следующим образом. Святой Дух – это один из членов божества. Это Дух, имеющий форму, подобную телу человека. В конкретный момент времени он может находиться только в одном месте, но влияние в то же самое время может распространяться повсюду. Любопытно, что в современной публикации мормонов полностью обходят молчанием вопрос о том, откуда взялся Святой Дух и о том, каким образом он стал Богом. И внимание акцентируется в основном на его функциях и проявлениях. То есть, как бы принимается за должное, что Дух Святой уже Бог. И все. И вот дальше мы начинаем с этого места. Между тем, в мормонском богословии Дух Святой действительно считается Богом и одним из духовных детей Бога Отца. Вот что мы читаем в одном из изданий мормонских. Церковь Иисуса Христа святых последних дней учит, что Святой Дух – это духовный человек, духовный сын Бога Отца. Однако в контексте богословия Церкви мормонов это утверждение порождает автоматически очень серьезную проблему. Тот факт, что Дух Святой не имеет физического тела. Почему? Потому что Джозеф Смит, первый пророк-основатель мормонской церкви, говорил следующее. Великий принцип счастья заключается в обладании телом. У дьявола нет тела, и в этом его наказание. Ему не позволили получить тело за то, что он в свое время выступил против Бога и против Иисуса на вот этом Великом Совете. Еще увлек за собой треть других духовных детей Бога. Дьявол счастлив, когда может заполучить храмину человека. И когда Спаситель изгнал его, он попросил разрешения войти в стадо свиньи, показав тем самым, что он предпочел бы тело свиньи, отсутствие тела вообще. Все существа, имеющие тело, имеют власть над теми, кто тел не имеет. За что был наказан Сатана, более-менее понятно. Он выступил против Отца, против Иисуса, увлек за собой часть детей Бога, которые тоже за это были наказаны. Возникает вопрос, за что же был таким образом унижен, наказан Дух Святой, что ему не позволили иметь физическое тело. И возникает другой вопрос, если он был унижен, наказан таким образом, как же все-таки в конце концов он сумел стать Богом, если тело для этого совершенно необходимо. Вот такой вот замечательный момент. Еще одним принципиальным моментом мормонской пневматологии является отрицание вездесущности Святого Духа. То есть у мормонов Дух Святой принципиально не вездесущ. Он может быть только в одном месте и в одно время. Как духовная личность, Святой Дух имеет размер и измерение. Он не наполняет пространство Вселенной и не может лично присутствовать везде в одно и то же время. Поскольку Дух Святой имеет четкую неизменную форму и размер, то по учению мормонов он не может принимать другие формы. Например, когда мы читаем в Евангелиях о том, что Дух Святой в виде голубя сходит на Христа, мормоны объясняют это как символ сошествия Духа Святого. То есть на самом деле Дух Святой никакую форму голубя не принимал, потому что это просто физически невозможно. Джозеф Смит писал об этом так. Знак голубя был учрежден еще до сотворения мира как свидетельства Святого Духа. И дьявол не может прийти в знамение голубя. Святой Дух это личность и он имеет форму личности. Он не заключает в себя форму голубя, но является в знамении голубя. Святой Дух не может превратиться в голубя. Но Иоанну было дано знамение голубя, чтобы указать на истину происходящего, ибо голубь это символ или знак истины и невинности. То есть голубь, который сошел с небес на Христа и который видел Иоанн Креститель, это был не Святой Дух, а просто некий видимый знак того, что Дух Святой где-то там при этом присутствует и что-то при этом делает. Между тем, отрицание личной визисущности Духа Святого вступает в противоречие с собственным писанием мормонов. Потому что в учении и заветах конкретно говорится, что в отличие от Отца и Сына, Дух Святой это сущность духовная. Если бы это не было так, то Святой Дух не мог бы пребывать в нас. 130 раздел 22 стих. Само по себе пребывание в верующих уже обязательно требует от Духа Святого вездесущности. Потому что, чтобы быть одновременно в миллиардах живущих людей, он как минимум должен быть вездесущим. Причем речь идет о личном пребывании. Мормоны говорят не просто о том, что он своим влиянием пребывает, а то, что он сам находится в верующих людях. Что касается явления Духа Святого в виде голубя, то библейский текст ясно говорит, что не шел Дух Святый в телесном виде, как голубь на него. Я думаю, что к этому тексту никаких комментариев больше не нужно. То есть, на самом деле, то, что говорят мормоны, противоречит тексту Евангелия и основывается исключительно на их представлениях о реальности. Вот такое вот учение мормонов о Троице и о Боге. Как я уже говорил, буквально за каждым поворотом мормонского учения открывается какая-то очередная изюминка, которая полностью отличается от всего того, до чего додумались все существующие культы или пародии на крестьянство мормонов. Действительно, такая очень необычная фантазия в этом отношении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok